Доброе утро! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. Нью Лайф, это моя жизнь. Здрасте. Привет. Здрасте. И сегодня мы едем в каминоколешках, неожиданно. Неожиданный факт. Только после каминоколешки, чтобы маму достали, а мы будем на каком-то нам притерять. Мероприятие. На территории колледжа. Смотрите, как красиво настрижены кусты. Эль Камино колледж. Маришка уже пытается узнать, куда нам надо идти, зачем и почему. У студента или у кого, не знаю. Вниз. Вниз. В девять. Они сейчас закрыты. Здравствуйте. Здравствуйте. Они в девять только начинают? Да. Было написано в восемь тридцать у нас в школу немножко. А вы тоже были? Я волонтер. Ну все. У нас есть ученник. Да еще и русскоговорящий. А вы откуда? В Таджикистан. А вы здесь учитесь? Да. На программе. На программе. Я тоже здесь учусь. Все. Мы случайно встретили... Как вас зовут? Бехрус. Бехрус? Да. Случайно встретили русскоговорящего студента. Он интернациональный студент. Встретили он нас встретил. Он нас слышал, что мы русском говорим. Да. Марина разговаривала с детьми. Он нас узнал. И, в общем, на нашу удачу он оказался волонтером. Сказал, что нам надо делать. Вот. Расскажи немножко, как ты вообще попал вот в колледж? Почему в этот колледж? Да. Я вначале думал перейти в другой штат. А потом, как так получилось, что мой друг сюда в этот колледж попал. И через него мы с ним выросли. Друзья с пяти лет. И он мне предложил в этот колледж перейти. Я вот тоже решил, посмотрел, прочитал. Мне очень понравилось. И погода тут нормальная. И все хорошо там. Было нормальная. И вот, да. Была нормальная погода год назад. Год назад, да. И вот я теперь решил сюда перейти. Мне очень нравится. И вот. А как был... Ну, вообще, как ты поехал и решил в Америку поехать? То есть, до того, как поменять колледж там или еще? Как было принято решение попасть в Америку, учиться в Америку? Да. Учиться. Учиться, да. Потому что я завал ТОИФ для этого, чтобы попасть сюда. И потом... Я с самого детства... Не знаю. Я... Такая цель была у меня, чтобы попасть сюда и учиться здесь, на программистах. Потому что я с самого детства увлекался этим всем этим. И вот я решил сюда перейти, да. Да. Нам очень много задают вопросов, как вот студент, который находится на постсоветском пространстве, в любой нашей стране, что ему надо для того, чтобы стать студентом, вот скажем, нашего колледжа, например, Альканина. Да. То есть, такой... Ну, легкая инструкция. Вот я захотел стать студентом, вот грубо говоря, из Беларуси уехать или из Украины, там вот, или ты говоришь из Таджикистана, да? То есть, что тебе надо сделать, кроме желания? Кроме желания. Ну, упорца, думаю, что надо изучать английский язык, чтобы потом прийти сюда и прям не потеряться, так бы сказать, среди людей. Это понятно. А вот, ну, ты же не можешь просто так вот купить билеты и, грубо говоря, Дель Камино. Вот примерно я сдавал недавно, вот года два назад, TOEFL. Для этого я готовился где-то год. Ну, тест был такой сложный. Это английский... Экзамен английского языка? Английского языка, да. Угу. И я его сдал. Сдал на хорошо. И вот я... Чтобы тот тест сдать, нужно знать английский на очень хороший уровень. И как ты закончишь этот TOEFL, ты можешь подать свои документы, исходя из того, что какие университеты, какие у них требования по TOEFL, ты можешь сдать в университет, подать свои документы в университет и перевестись. Но экзамен ты сдавал у себя на родину? У себя на родину. Да. И потом онлайн через какие-то сайты... Онлайн. Это онлайн, да. ...подавал документы? Да. И колледж рассмотрел твои документы? Сказал, что ты можешь приехать? А, то есть сказал, что принят? Да. Они тебе отправляют приглашение, которое ты можешь с собой взять в посольство, которое ты им покажешь, что вот меня приняли в этот колледж, университет, который будет документом, подтверждением, что ты попал в этот колледж, прошел все тесты и это будет огромным плюсом для посольства. И после этого ты получаешь студенческую визу? Визу. Да. Понимают, да. Иностранных студентов. Но им же надо платить за это? Да. Обязательно, да. Но это тебе предоставляют со стороны колледжа. Помогают? Да, помогают. Найти семьи и все такое. Ну, такой вот вопрос я задам, ты на него можешь условно ответить, но людей это все равно однозначно интересует. Он касается денег, то есть насколько это дорого, ведь за это надо платить за учебу. Да, за это нужно платить, поскольку мы не можем тут работать как интернациональные студенты. Да, вот этот вопрос интересует. Да, это будет очень сложно, потому что тут каждый отличается от человека, который является гражданином Америки. И они платят намного меньше, чем интернациональные студенты, поэтому нам приходится очень сложно. Ну, не очень сложно, смотря... Ну, какую-то же работу можно делать, по-моему. Да. Сколько-то часов можно работать в колледже, да? В колледже, да. После чего они могут даже тебе предоставить social security, после чего ты можешь уже работать за пределами. В принципе устраиваться работать. И может ли вот студент учиться и заработать себе на жизнь, или своей работой как-то помочь, чтобы родителям не так тяжело было? Да, помочь, да. Но полностью оплачивать я не думаю. Не сможет наработать? Не хватит времени? Не хватит времени, да. А сколько в среднем вот, например, уходит... Какой у тебя расход на питание, например, или на какие-то собственные нужды, не считая учебы? Ты можешь не отвечать, если тебе неудобно ответить вопросы. Да нет, мне нормально, да. Просто это такие вопросы, что с одной стороны неудобно, с другой стороны это первый вопрос, который волнует... Да нет, это нормальный вопрос, да. Я понимаю, у меня много кто спрашивает. Ну, если считать в месяц за питание, если ты питаешься дома, готовишь дома, то в среднем у тебя уходит где-то 400, 400 долларов. А если ты питаешься на улице и что-то там, ты можешь тратить больше, 500-600. За проживание я плачу пятьдесят долларов, пятьдесят пятьдесят долларов и живу с тремя людьми. Так что я разделяю комнату между собой. У вас одна комната на трейд, да? Нет, двухкомнатная. Двухкомната на трейд, да. Тяжело учиться? Вначале не так уж сложно. Вначале вот проблема с языком, тебя как-то останавливает, а потом, когда уже ты привыкаешь и все это становится для тебя что-то уже нормальным, уже да. Ну, бывает, что это самое главное, как ты выберешь свои предметы. Выберешь ты предметы сложные, то тебе будет сложно. Вначале. Для этого нужно выбрать где-то легкие предметы для начала, чтобы ты привык, а потом уже переходить постепенно. Чтобы пристёрся язык немножко, да? Да, да. Потому что тот английский это не этот английский. Да, не этот английский, нет. Да, я вот тоже так думаю, да. А ещё такой вопрос, я знаю от нашей общей, получается, знакомой, о том, что International Student могут по предъявлению студенческого билета раз в неделю подходить и где-то есть food truck, где брать еду на определённую сумму. Да. Это правда? Да. Здесь... Это бесплатная еда? Это бесплатная еда. Предъявляю студенческий? Да. Ну, я просто опять же, почему переуточняю? Я знаю это со слов. Но это правда, да? Да. El Camino Pantry называется. Эта программа находится прямо там. Ага. И ты можешь подходить туда студентам нуждающимся. Ну, не нуждающимся тому, у кого нет времени, кто проводит очень много времени в колледже и нужно на какое-то питание или что-то. Вроде этого они подходят туда, предоставляют свой студенческий, и они им дают какие-то, что у них есть. Это на раз покушать или это какой-то запас? Я не знаю. Мне всё время, когда про это рассказывали, говорили как еда, чтобы понять, что такое еда. Нет. Если честно, я... У меня друг туда ходил. Я могу сказать, исходя из того, ему дали пакет и там много всего разного. Ну, там могут быть продукты, из которых и готовить можно, и которые прямо сейчас поедут. Изготовить я не знаю, не видел никогда, но есть, которые на скорую руку, чтобы так покушать. Ну, короче, покушать, да. Какие-то снеки, наверное, можно. Да, снеки. А ограничивается это раз в неделю, раз... Это каждую неделю, кажется. Каждую неделю, да. Если я не ошибаюсь. И сколько ты будешь учиться? Как долго и какая специальность? Специальность я учусь на программиста. Ну, программист... Вот для меня программист это что-то такое... Вот он программирует. Вот что ты программируешь? Ракету? Нет. Или беспилотную машину? Да, да. Вот программирование. Есть несколько отраслей. Но я выбираю отрасль дата программирования, куда я буду вводить дату, чтобы вот в больших компаниях вот определенный сервер с датами и все. Это подходит? Значит, учиться я буду три года, наверное. Если нет, то больше, исходя из того, что мне нужно брать очень много математики, физики, потому что я беру Computer Science. А если у вас другая профессия, то вы можете закончить очень быстро. Это зависит от вас. И вот после того, как ты три года отучишься, ты можешь остаться как-то в Америке, продолжить учиться или устроиться на работу, или ты должен уехать домой вернуться? Так. После колледжа я собираюсь перевестись в университет. После университета мне дадут год работать, чтобы я смог. А после мне нужно будет вернуться. Да. И шансов никаких остаться? Если компания спонсировать будет тебя, а если ты найдешь спонсоров в компании, они могут тебе дать, чтобы ты мог здесь проживать, они могут тебя спонсировать на это. Спонсировать или устроиться на работу в компании? Устроиться на работу в компанию, а потом эта же компания решит спонсировать тебя или нет. Спонсировать для чего? чтобы получить работу не на место жительства а место а ну смысле помогать помогать в получении уже гражданство может быть виду на жительство вот так вот небольшое интервью передавай привет кому хочешь возможно себя кто-то увидит фирузу моим друзьям нами целую спасибо тебе большое за рассказ я думаю всем будет интересно мы можем оставить твой какой-нибудь электронный адрес или инстаграм инстаграм если тебя есть чтобы тебе могли задать вопросы потому что ну мы встретились случайно и возможно марина сейчас будет выходить встречаться где-нибудь на коридорах но у всех будет очень много вопросов персональных я думаю что ты сможешь помочь если ты хочешь конечно дать все большое тебе спасибо хорошо тебе закончится надеемся вам понравилось интервью оказалось что он волонтер что он помогает рассказывает организовывает если у вас какие то есть к нему вопросы пишите пожалуйста ему на инстаграм я думаю он с удовольствием вам ответит на любые интересующие вопросы которые вас могут интересовать в плане поступления в колледже сдачи до сдачи экзаменов как вообще это все происходит потому что ну как бы даже мне было неудобно ему задавать некоторые вопросы потому что но это финансовые вопросы и прочее это вопросы которые касаются лично каждого и поэтому дабы не ставить человека в неудобное положение я у него аккуратно спрашивал и вы сами слышали что говорил ему ты можешь говорить не говорить поэтому вы можете уже в личной переписке если у вас сложится или если он захочет ответить я думаю он с удовольствием поделится какими-то нюансами и кому-то это может быть полезно как получать единическую визу как потом двигаться по стране как находить себя в колледже как устраиваться подписывайтесь на его инстаграм пишите ему личные сообщения и задавайте вопросы очень и нам очень жаль что мы его немножко задержали ему видимо надо было идти уже начинать на свое какое-то собрание мы ему все задавали задавали вопросы мы как-то не разобрались сразу всем спасибо кто посмотрел этот выпуск вы были на канале не лайфе май лайф сейчас вы можете просто прокатиться немножко по нашему городу посмотреть какой стал зелененький после дождей какой он красивенький под солнцем правда еще прохладно когда мы утром выезжали было 10 градусов сейчас сейчас стало 14 ну это это не не чувствуется 14 нам чувствуется гораздо холоднее плюс еще ветер очень холодный поэтому какие подмороженные едем вот кстати сейчас значит вот только мы как бы можно сказать то проехали гольф парк и вот сейчас у нас с правой стороны тоже будет парк в котором много всяких спортивных площадок там преобладают футбольные поля есть наверняка баскетбольная площадка вот есть какие-то специальные там помнишь ты говорила пожилые люди играть какие-то свои там с мешайбами или мячиками на песке там что-то такое мы не знаем эту игру но там прям место отведено и монтированную рамочку отсюда приезжать конкретно именно в эту игру играть есть детская игровая площадка само собой есть туалет парковка для машин в общем очень большой парк делать вот и вот сейчас мы его только буквально проезжаем будет перекресток потом небольшой участок exxon мобайл компании и будет следующий парк поэтому скажем погулять отдохнуть очень действие много мест много возможностей вот до какого-то парка можно дойти пешком в какой-то можно подъехать машиной но они все расположены так что очень многие люди могут добираться даже без машины а и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон